Добрый день, дорогие подписчики игроманий, с вами Лестер, и мы продолжаем проходить игру Человек-паук, потому что вы ставите очень много комментариев, пишите... Оставляйте, вернее, не ставите много комментариев, пишите, типа, проходи, продолжай, и ставьте лайки, и, конечно же, мы тогда с вами будем проходить, раз такая мокруха, вот, поэтому... Ух ты, еще один комикс вижу. Но, друзья, я ничего не могу сделать с тем, что вот в открытом, в открытом, я не знаю, городе игра глючит, вот, просто ничего, я даже и настройки графики понижал, вот, ну, ни в какую, сука, не хочет успокаиваться. Вот, друзья, в чем это связано, не знаю, кто-нибудь может напишите в комментариях, как-то, может, там, 3D-шейдеры какие-нибудь отключить или так далее, потому что, ну, вот это вот тормозное размытие, это не совсем круто, и, конечно же, хочется, чтобы картинка была плавной. Да, сейчас мы отправляемся к тете Мэй, тем более, учитывая то, что игру-то у меня компьютер тянет, то есть, по требованиям у меня игра подходит. Так, неплохо разбегаемся. Вот, и опять же, друзья, в принципе, если вы хотите в дальнейшем видеть ролики по Человек-пауку, то ставьте лайки, пишите об этом в комментах, и мы пока с вами продолжим в нее играть, а дальше уже посмотрим, как вам надоест, играть перестанем. То есть, мы не ставим целью пройти игру до конца, тем более, даже, видите, сейчас Человек-паук сам из кадра-то убежал на секунду. Вот, недавно, кстати, посмотрел фильм, вторую часть по Человек-пауку, ну и, в принципе, могу сказать, что фильм-то годный. Так, где там преступление где-то происходит, друзья, сейчас вот тут в районе. Сейчас я... Человек-паук или не Человек-паук, сейчас разберусь со всем преступлением. Где тут? Сейчас я устрою возможную попытку взлома. Молодец, на тебе. Так, сейчас этого намудохиваем. Человек, и не очень трудно-то их убить, они какие-то чертилы просто терпилы, а не чертилы даже. Взломать хотели, интересно, какое, акулу Семеновича угнать хотели, гараж взламывали. Истинный герой достижения открыт у меня в стиме теперь. Слушайте, прям паук, нас уже благодарили за рост местной экономики. Я так полагаю, что Человек-паук здесь расценится как, знаете, какой-то маклер, который просто там помогает всем и так далее. Так, давайте-ка выпрыгиваем. Вот так вот, друзья, почти, почти на месте. Вернуться домой. Ну-ка. Дома это, я так полагаю, наш поезд. Хорошо. Сейчас, к тете Мэй придем. Кстати, что заметил, Питер Паркер-то не особо похож на актера, который играет его, к сожалению, не помню его имени, который снимается в новом Человеке-пауке, но не особо внешностью похож. Знаете, походу, актер не разрешил использовать свою внешность. Человек убивший дядю Бена мертв. Я должен был бы немного успокоиться, но я вовсе не спокоен. Совсем нет. Может, подрачи, успокоишься. Хорошо. Слушайте, прям как в GTA. Гардероб есть, всякие снимки. А, миссию можно переиграть, выбрав изображение. Хорошо, не особо-то много фотографий, я смотрю, чтобы выбирать переигрывать. Давай, заглянем в шкаф, что у нас тут есть? Ех ты, смотрите какой! Первый костюм! Ну, это... Стремненький, да, вот это более такой... Это что такое? Мой первый настоящий костюм, заштопанный после многих приключений. А, ну это как, типа как в первой части еще когда был. То есть пока у нас три костюма открыто. Ну, этот, конечно, покруче будет костюмчик. Так, а интересно, потом-то сможем, я думаю, открыть другие костюмы. Ну-ка, давай-ка я в характеристики урона. Ну, понятно. Его и выберем. Потом. Так, где там? Тетяка Мэй, давайте бегом побежим, а то, может, здесь что-нибудь спокойно. Убийца, убивающий убийц, неплохо. Убийца и торговец оружием. Кэродайн опознан, как тот, кто стрелял в Бенджамина Паркера в Квинсе в прошлом году. Некоторые жители Нью-Йорка очень рады, что кто-то убирает опасных преступников с улиц. Что, кто-то взялся за уборку мусора? Удачи им, вот что я скажу. Однако полиция заявила, что этот убийца угроза для всех. Этот гражданин опасный психопат. Он всегда действует с исключительной жестокостью и кровью. Ставит инициалы КК, как подпись. Как футболист, прям КК. Убийца настолько ужасны, что потрясены даже опытные офицеры. Эта подпись и невероятная жестокость преступника заставили власти назвать его Карнаж Киллером. Просьба ко всем свидетелям обратиться в полицию. Уитни Чанг для Дейли Бьюгл Ньюс Нетворк. На тетя Тимэй на себя не похожа. Ужасно. Но слава богу, с этим покончено. Тот, кто отнял у нас Бена, больше никому не причинит зла. Теперь мы можем жить дальше. Питер? Что случилось? Такой. Я понял, что я гей. Так. Тетя Мэй, дело в том, что я рад его смерти. Я знаю, это плохо. Ты рад, что плохой человек больше никого не тронет. Это другое. Ты рад, что убийца получил по заслугам. Это совершенно нормально. Я знаю. Просто я... Тебе жаль, что это не ты совершил правосудие. Да. Бен хотел совсем не этого. Он хотел, чтобы ты работал, учился, закончил колледж. Всего, что ты сделал. Где бы он ни был, он гордится тобой. И я тоже. Хорошо, давайте. Я плохой человек? Ну-ка, ответь к нему. Я ведь желал этому Кэрэдаину зла. Желал. Это естественно. Он убил твоего дядю. Да, но... Питер Паркер, хватит того, что ты мучаешься из-за Бена. Я не допущу, чтобы и здесь ты себя терзал. В чем ты виноват? Это ты убил его? Нет. Он был бандитом. Он общался с опасными людьми. Ты ничего не сумел бы изменить. Что? Что ты мог сделать? Смотри, у Питера Паркера сральник какой. Просто там так смешно нарисовано. Давайте, тебе лучше от этого. Значит, тебе легче? Моего мужа больше нет. Эта боль никогда не утихнет. Ты сказала, что мы можем жить дальше? Да. Ведь больше мы не мучаем себя вопросами, где он. Почему его так долго не могли поймать? Теперь мы можем идти вперед. То есть ты не совсем рада? У нас еще будет радость, Питер. Обещаю тебе. Ну, давайте закончим. Ты слышала, Уитни Чанг? Некоторые благодарны Карнаж Киллеру. Я их во многом понимаю. Понимать и одобрять разные вещи. Ты ведь не рад, что этот Карнаж Киллер на свободе, правда? Ты хочешь, чтобы его поймали, не так ли? Да. Да, хочу. И его поймают. Тетя Мэй, сделай погромче. Горячие новости о захвате заложников в Аскорб. Вооруженные люди держат сотрудников под дулом пистолета. Что ж, друзья, я так полагаю, куда сейчас мы отправимся, я уже знаю. Ну что ж, друзья, сейчас в Аскорб тогда отправляемся. Да, выйти из дома, давай. Кстати, я помню вот в фильме, где Тоби Магуайр, то есть первые три части, там наоборот, этот вот Питер Паркер пришел к тете Мэй и говорит, типа, вот того человека, который убил дядю Бен, его убили. И, типа, тоже такой, я рад этому, вся херня, а тетя Мэй, наоборот, такая, типа, нет, ты что, кому от этого легче, типа, не надо было его убивать, типа, никому от этого не полегчало. А тут в игре, наоборот, тетя Мэй, типа, ну его убили, он больше никого не будет доставать, типа, нормально, окей. Главное, не мы убили, но его убили. Я виноват, что упустил Шульца. Людей жалко. Нет, не сейчас. Так, игра подвис... Кончай подвисать, сука! Ладно, друзья, сейчас... Нет, все, лаги вроде прошли. Как-то, знаете, тут я заметил, игре надо раскачаться потихонечку. Тогда лаги проходят. Окей. Вот, то есть, фактически, сейчас был, считайте, противоположный разговор, как в фильме с Тоби Магуайром. Боже, надо отправляться туда. Ух ты, людям нужна помощь. Давай, бежим, чувачок. Новые сообщения у нас есть, подождите. Давай, двигаем дальше. Прям по стену-то бежит как... Круто. Так, немножечко, друзья, перескочили. Подождите. Давай. Оглядимся, где... Куда нам надо? Вниз. Ага. Вертушку подбили. Вот, смотрите, у меня такой вопрос. Никаких фокусов. Если... Русские? Кидали гранату. Почему Человек-паук не почувствовал, что... А то животное не пострадало. Чего не скажешь о злодеях. Почему Человек-паук с вами сенсором не почувствовал то, что гранаты кто-то кидает? У него же там чуть-чуть, он даже вышки может видеть. В этой игре. То есть, вот такой вот у меня вопрос. Ну окей, сейчас этих-то размудовываем быстро, даже несмотря на то, что у них оружие есть. Так. Все, неплохо. Ну да, войти в аскорб, чувак. Как же иначе-то? Предлагаешь не входить в аскорб? Давайте спустимся. Знаете, в чем плюс этого Человека-паука? В том, что можно падать абсолютно с любого расстояния, и ему ничего не будет. Да что ж ты? Ты что, с ума что я сошел? Я скользить по нити жму. Залезть назад. Нет, назад нам не надо. Давай. Да что ж ты? Гондон, ладно, просто падай, короче. Нехрен с тобой ползать здесь. Так. Вентиляция? Без проблем. Влад займется. Он мелкий пролезет. Вот. До свидания, короче. Зуб выбил. Ну не переживай, он под подушкой. Влад пролезет нормально. Так, друзья, слушайте, сейчас получается продвигаться вперед. Ну-ка. Молодец. Паучишка. Я, кстати, сейчас видел, там, типа, радиация на трубе была, значок. Чё ж по трубам-то такое гонят? Так. Дальше мне по шахтам не пройти. Почему-то не пройти, сейчас все нормально будет, смотри. Как тебя зовут? Макс. О, это этот. Макс, Дюн. Собирай, Макс. Либо ты скажешь, где оружие, либо умрешь. Я инженер-электрик. У меня нет туда доступа. Не повезло тебе, а, Макс? Это электро. Ничего, Макс, сейчас, видишь, все нормально. Спокойной ночи. Сейчас всех бесшумно устраним. Слушай, спринтался прям какой-то пошел блатной. Остался я. Только я. Никто не остался, чувак. Я вас всех выебал. Даже, видите, я сквозь прям трубы вас могу нагибать. Так, подождите. Где еще один хер? А, вон он стоит. Так, секунду. Сейчас, этого черта. Трофей. Ну, это уж одного, друзья, можно и не стелсом убить. Вот просто черт какой-то голимый. На тебе, сука. Слушай, я просто усираюсь у него, смотрите, мудоху, только так. Ну, он еще не дохнет, смотрите. Все? Бывает же удачно. Они все говорят про оружие. Спорю на свою паутину. Шульц пробивается в отдел спецпроектов. Давайте, Макс и Диланта освободим. Че, Максимка, как дела у тебя? Понятная интерпретация из фильма. Ну, давай, че ты лыбишься-то? Выводи заложников быстрее, заебал. Смотрите, как дробовик-то стоит. Смотрите. Давай, эвакуируй всех, Макс. Открывай заложников, там... Понятный реактор, идет перегрузка. И что потом? Света не будет? Это экспериментальный термоэктор. Понятно. Класс. Где он? Двери заблокированы. Теперь к нему есть только один путь. По этим конвейерам. Давайте. Свалим по конвейерам. Ну и... Сейчас, смотрите, друзья. Чувствую, сейчас что-то какая-то мокруха будет веселая. Злодей какой-то... Ой, там ящик был. Там ящик был. Я видел. Так, активируй поток охлаждающий. Давай. Сейчас найдем, не ссыте. Это я и не найду, что ли? Вот одна. Так. В принципе, пока нетрудно, друзья, вообще, в принципе. Давай, забирайся наверх. Система охлаждения, быстро. Да я бегу, что ты быстро говоришь? Мне еще указывать, сука. Прикиньте, я им играю, он мне еще указывает, что делать. Сучок. Паучок. Ты вон, лучше кульбит поменьше делал. Своих залупнуть. Сальтух и так далее. Так, реактор. Тут, типа, две банды еще воюют между собой. Так прятаться или мочить? Вы такие смешные, я не знаю. Это плохо. А если они доберутся до оружия, будет еще хуже. Их слишком много. Надо подумать. Давай, бесшумно устраним его. На тебе, писька по губам. Так, давайте еще посмотрим, кто тут есть. Вот там прям есть бандюга. Сейчас, друзья, разберемся с ними, не ссыте. Сейчас, 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 вот так вот, знаете, понятно. Сейчас, я вас всех тут... Ух ты! Друзья, постреливают по мне. Он же от пули. Паук в фильмах, я смотрел в фильме, он от пули уворачивался, как нехрен делать, а тут не может. Это че за залупа такая? Да нет, чувак. Ну да, в принципе, непривычно, потому что там паука обычно дерется против пятерых, троих там и так далее. Поэтому слегка, да, непривычненько было. Скоро еще оружие будем уничтожать. Кажется, у меня есть будущее в этой профессии. Давай, запечатаем тут все. Ну-ка, давай-ка сейчас с этого размудохнем. Слушайте, чуваков тут немало, набежал таких. У шлепки. А я еще, я сейчас еще ебаник разнесу. Дерись, никаких фокусов. Да ладно, чувак. Чертильник меня видел. Давайте быстрее запечатаем эти контейнеры, мне кажется, они до бесконечности могут бежать. Смотрите, у меня на ляжке порвались. Шмотки порвались у меня. Так, чуваки, меня отпустили кому дохают. Вон чувака вообще отправил за бордюр. Дантист с тобой отлично поработал. Жаль, придется все испортить. Так. Сука, какая хитрая. Хитрый прям в упор стреляет по мне. И жизни-то не особо много. Давай запечатываем быстрее. Чувырло. Друзья, давайте. Давай, чувак, свали всех. Эту бесшумно вообще сейчас устраним. Нормально. Сейчас главное, чтобы не выстрелили, друзья. Потому что я чувствую, что одна очередь по мне, и я умру. Давай, все. Сейчас почти все устранили. Все, оружия нету. О, это этот. Прочел мое объявление в жди меня? Думаешь, я сбегу, а? Поставлю Нью-Йорк таким уродом? Нет уж. Только тот инструмент нужен. И он? Ха-ха. У меня есть. Поздоровайся с потрясающими сейсмоперчатками. Или как я их называю? Шокером. Это же реально шокер из Человека-паука из 90-х. Победите шокера. На какой планете это называют драк? Я, конечно, знаете, все, друзья, понимаю, но у меня жизни так... Не особо много, сука. Победите шокер. У меня... Чуваки, не особо у него много жизней. Так-то и у меня. Чуваки, еще одно... Да, у меня жизни-то мало было вообще, нихрена толком нету. Давай заново. Только я надеюсь, не всю миссию заново проходить придется. Да, отлично, друзья. Ой, смотрите, жизни. Все, друзья, сейчас я вот мудоху. Жизнь-то восстановились. Смотрите, сучка. В принципе, друзья, смотрите, его легко мудохать. Знаете, вот в фильме... Ой, в фильме, в мультфильме про Человека-паука из 90-х, там шокер был-то не таким простым противником. Там реально приходилось как-то... Он паук-то поднапрягался там с ним, где серии можете пересмотреть. А тут как-то просто убьешь и бьешь. Он что-то не особо клевый. Ну-ка, давай-ка. Оба! Не ожидал, сучка? Да что ты знаешь, что это твой город? Давай-ка. Не знаю, на счет рассчитывал, запрыгивай на них, потому что и так я его мудоху и без проблем собираю. У меня, вы же знаете, когда вот первый... Первый раз, когда вот уже... Вот, смотрите. Сейчас, сука, давай. Вот в первый раз, когда паук вот так вот... Я был бы шокером, и первый раз, как только я бы запрыгнул вот на эту вот установку, и паук бы вот так вот ее... Опустил, и я пизданулся бы об землю, вот как сейчас он. Я бы... Я больше бы не запрыгивал на них, ей-богу. Потому что я бы понял, к чему это может привести. Ну давай. Последний удар тебе. Какой... Дерзкий, упрямый. Давай. Лечись. Притягивай там. Погоди, я хилился, чувак, прости. Сука, я... Если я его сейчас не убью, это будет очень глупо. С моей стороны. Ладно, друзья, хер, соску мяч, нехер лечиться. Надо его валить. Пидор Паркер, дерись с ним. Чувак, я даже скайп открыл свой, сухо. Отлично, мы дохаем. Чувак, лечись быстрее. Молодец. Шлепок прямо на темечко в ужин. Все, так и оставим тебя валяться. Не сажай меня, друга. Достижение, я в шоке. Русские доберутся. Ты можешь заключить сделку с прокурором Харпером, тебя защитят. Если разборки остановишь. Страдают невинные люди. Я не могу, я здесь уже никто. Все банды в городе воюют. Все друг друга до смерти боятся. Вась, расскажи-ка о русских. Русские добрались сюда почти в одно время с тобой. Я знаю. Видно, один из моих ребят сболтнул. Назовем твое будущее неопределённым. Что они будут делать? Вооружаться. Уберут всех, кто остался от моей банды, а за одной остальных. Они бешеные. Обещаю. Когда они закончат, ты будешь тосковать по Герману Шульцу, а? Ну давайте, что тебе воскорбить надо? Ты, значит, искал здесь оружие? Именно так. Пушки тут не помогут. Каждому нужен какой-нибудь туз в рукаве. Такое оружие, чтобы против целой армии выстоять. Могу поспорить, им плевать, кто попадёт под обстрел. Поэтому их и зовут бандитами. Ну логично, молодец. И чего вы такие крутые боитесь? Карнаж Киллера. Он убивает моих ребят, русских, людей мистера Негатива. Все думают, что остальные платят ему. И я начинаю опасаться, что он какой-то урод. Мистер Негатив. Мистер Негатив. Ребят, Мистер Негатив. Капец. Если ты не хочешь, чтобы от тебя мокрое место оставили, расскажи копам всё, что знаешь о разборках. Ладно, но это бестолку. Тут полно идиотов с пушками, они только и ждут, когда киллер до них доберётся. Это как пожар. Будет только хуже, а? Хотя я над этими штуками и смеюсь, они очень не дурны. Если бы такую кинетическую энергию дав мою паутину... И кто здесь вор, а? Ну прям рот залепил, да, паутиной-то. Сквозь маску. Так, друзья, улучшение открытое. Технология, украденная шокером, вдохновила паучка на усовершенствование метателей паутин. Добавь возможность мощного высора, который будет откидывать врагов. Давайте. Что прокачать-то? Стойте, а у меня это, я так полагаю, уже есть. Вот сейсмический импульс. Давайте прокачаем вот эту штуку. Эффективность. Что ж, чуваки, вполне неплохо. Вы знакомы со Скорб, но меня вы не знаете. Я Гарри Осборн. Умирая, мой отец оставил мне не только свое дело, но и все, чем мы владеем в Нью-Йорке. В последнее время я Скорб и город часто становятся жертвой преступлений. Я объявляю о сотрудничестве с человеком, который, как и я, недавно вернулся в свой родной город и хочет ему помочь. Это амбал? Ну да. Смотрите, какой жирный, огромный амбал реальный. Нью-Йорк сделал меня тем, кем я стал. Я хочу отблагодарить его. Возрождать город после недавней трагедии честь для меня. Но это только начало. Позвольте представить спецгруппу обеспечения правопорядка. Ну это намек на гоблин. Это, походу, знаете, как этот, домовой. Полиция работает отлично, хотя ее ресурсы ограничены. Но если угроза превосходит обычные масштабы, нужна помощь, и мы готовы помочь. Точно, это домовой. Гражданам не придется брать на себя и этот груз. Мы с мистером Фиском финансируем эту элитную группу сами. Одиночки вроде Человека-паука только вредят общему делу. Это наш город, и мы вернем его себе. Все вместе. Ну прям молодец. Хорошая речь. Я даже похлопал. Я по-прежнему хочу забрать его со скорбью, юноша. Я по-прежнему отвечу нет. Ничего. Я дождусь, пока вы умрете от той же болезни, что и ваш отец. Вот оно че. Вот оно че. День охотника. Я бы, кстати, на таком глайдере полетал бы. Это же классная вещь. Только я бы, наверное, от страха обосрался бы и просто... Я понимаю, почему птицы так часто срут. Им просто страшно летать, друзья. Ну окей. Давай, грузись быстрее. Молодчинка. Новый уровень. Смотрите, всякие бонусы. Всем членам спецгруппы, вы можете начинать фазу 1 операции подавления. Повторяю. Фазу 1 операции подавления можно начинать. Так, ну понятно. Отныне спецгруппа оборонной Озборной Фиска будет патрулировать улицы Байзибиска. Либо они начнут охотный Человек-Пауку. Ну, понятное дело. Короче, мне теперь их опасаться надо. Что ж, здесь у нас, смотрю, какие-то преступления. Надо, которые помочь. И что ж, друзья, знаете, на этом, я полагаю, сегодня закончим. И если вы хотите, опять же, и в дальнейшем видеть ролики по Человеку-Пауку, то пишите об этом в комментариях. И, конечно же, собственно, мы с вами продолжим играть. Ну а я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч. С вами был Эстер. Пока.